Всем привет, друзья! Меня зовут Тимур, и вы смотрите Сравнение. И сегодня мы будем сравнивать два телефона от компании Meizu. В руках у меня Meizu MX4 и новый флагман компании Meizu MX4 Pro. Сегодня я расскажу вам, чем отличаются друг от друга два этих похожих, как две капли воды, телефона. И могу прям сразу сказать, чем они отличаются от айфона. Они, как минимум, в три раза дешевле. А впереди у нас куча праздников. И 23 февраля, и 8 марта, и 14 февраля. И стоит задуматься над тем, чтобы подарить любимому человеку новый телефон. И сегодня я скажу вам, какой из этих двух. Самое первое отличие в коробках. Они открываются по-разному, хоть и комплектация абсолютно одинаковая. Телефон и зарядка. В обык-телефонах всего один слот, и он для сим-карты SD вставить нельзя. Внешне телефоны практически одинаковые. По габаритам отличаются парой миллиметров и размерами экранов. Как и в любой электронике, главным показателем является производительность. По данным бенчмарка Antutu, Meizu MX4 набрал больше всего очков и считается самым производительным смартфоном 2014 года, обогнав даже Samsung Galaxy Note. И все это благодаря восьмиядерному процессору Mediatek. Казалось бы, ничего особенного. Да и в MX4 Pro установлен Exynos 5430, но рядовому пользователю это ни о чем не говорит. Поэтому скажу просто, MX4 банально мощнее, чем Pro-версия, и гигагерц-процессоры у него тоже больше. Да и с тестами, как вы видите, он справился быстрее, чем флагман китайской компании. Балл за производительность получает MX4. Экраны в современных телефонах делают все больше, а батареи меньше. Вот и посмотрим, какой телефон более сбалансирован. Сейчас в моде фаблеты. Это смартфоны с большими экранами. Так вот, в Pro-версии он не только больше 5.5 против 5.36 дюймов, но еще и контрастнее, ярче и плотность пикселей больше на целых 128. А все благодаря 2К-экрану с разрешением 2560 на 1536 пикселей. В MX4 стоит Full HD, экран 1920 на 1152. И самое главное здесь это разница. Заметна ли она? Да. Сейчас очень популярны видео с разрешением 4К, и смотреть их приятнее будет на экране телефона MX4 Pro. Но у этого экрана есть и обратная сторона медали. Расход батареи. Экран здесь значительно лучше, но вот батарея почти такая же. 3350 мАч против 3100. Соответственно, в режиме максимальной производительности и при полной яркости телефон разрядится быстрее. Ну, и еще один минус, связанный с изображением. При просмотре фотографий через стандартное приложение почему-то нет возможности свободного зуммирования. Возможно, это исправит в ближайшей прошивке, ну или в крайнем случае можно найти другое приложение. Ну, а в целом разница практически незаметна. Но люди, которые постоянно работают с графикой, ну или там фотографы, они определенно заметят разницу как в фото, так и в видео. Но на MX4 Pro попросту все это гораздо лучше смотрится. Интересы нынешних потребителей сводятся к тому, что в телефоне им главное не то, как он звонит, а то, какая в нем камера. В обоих смартфонах установлены 20-мегапиксельные камеры с двумя светодиодными вспышками и отличаются лишь защитным стеклом. В Pro-версии оно сапфировое, а в MX4 стоит Gorilla Glass 3. Где действительно есть разница, так это во фронтальных камерах. В Pro-версии у нее и мегапиксели больше, да и угол обзора пошире. Такая камера отлично подойдет любителям селфи и вилфи. Оба телефона могут снимать 4К-видео и наделены кучей режимов, как для фото, так и для видео, включая режим замедленной съемки. Обе камеры снимают превосходно, но 4К-видео требует большого расхода батареи. И если вы собираетесь снимать длинное видео, то лучше для этих целей подойдет обычный MX4. Смартфоны компании Maze делятся на две категории. Смартфоны для музыки и смартфоны для игр. MX4 это, пожалуй, самый лучший смартфон для игр. У него и диагональ удобная, и батарейка больше, и все 8 ядер отлично справляются даже с самыми требовательными играми. Процессор отлично отрабатывает даже 3D-игры с большим количеством деталей. Например, игру Asphalt 8 он поддерживает на максимальных настройках и работает на стабильных 60 FPS. Ну а если вместо гонок вы больше склоняетесь к танчикам, то этот смартфон точно вам понравится, потому что World of Tank Blitz работает без нареканий. А значит, что пострелять по врагам с большим числом FPS можно не только дома и на работе, но и, например, в автобусе. Если основная особенность MX4 это игры, то в MX4 Pro это Hi-Fi звук. Ни в одном другом смартфоне нету такой мощной начинки, как в MX4 Pro. Тут и кварцевый генератор низких колебаний, и передовая архитектура центрального аудиопроцессора, даже полностью симметричный дизайн схема с резисторами от компании Susumu. И если вам о чем-то это говорит, то даже и пленочный конденсатор Panasonic 0805. Ну а самое главное здесь это центральный аудиопроцессор Sabra ES9018K2M, который способен отодвинуть все шумы на второй план и раскачать ваши наушники до таких высот, которых вы раньше даже не слышали. Ну а если вы все еще понимаете, о чем идет речь, то приготовьтесь, потому что здесь установлен просто ломовейший операционный усилитель OPPO 1612 с коэффициентом ослабления синфазного сигнала с одного герца до 80 килогерц. Это намного выше, чем самое лучшее из того, что вы слышали в своей жизни. Ну а если вы ничего не поняли, то в двух словах. В MX4 Pro очень мощная музыкальная начинка и все компоненты выполнены из высококачественных материалов. Смартфон способен воспроизводить лоуслес файлы всех существующих форматов и должен понравиться всем любителям качественного звучания. Но стоит понимать, что без качественных наушников все вышеперечисленное не имеет никакого значения. Именно поэтому в комплект с Meizu никогда не кладут дешевые китайские наушники, потому что они не смогут передать всю полноту ощущений хай-фай звука. В последнее время стало очень модным добавлять сканер отпечатка пальца, но большинство телефонов делают это неудачно. Четвертая серия телефонов Meizu не похожа ни на один другой китайский серийный телефон. Как минимум, потому что, когда его держишь, у тебя не возникает ощущения того, что ты держишь в руках китайский телефон. Здесь все сделано очень качественно, а Meizu MX4 Pro это вообще телефон бизнес-уровня и здесь используются дорогостоящие материалы. Как минимум, два сапфировых стекла. Одна защищает у нас сенсорную кнопку, а вторая защищает камеру. Meizu MX4 Pro это не только первый китайский, но и, наверное, первый вообще Android-смартфон, на котором хорошо работает сканер отпечатков пальцев. Даже лучше, я бы сказал, чем на iPhone. Пожалуй, это самое главное отличие в двух этих смартфонах. Наличие сканера отпечатка пальцев и кнопки, потому что на MX4 у нас только сенсорное кольцо. Так вот, сканер отпечатки пальцев можно использовать не только в качестве разблокировки и блокировки экрана, но еще и для того, чтобы заблокировать отдельные приложения или важные документы. Например, если вы даете свой телефон кому-то попользоваться, например, в интернете, возможно, у вас есть ребенок, и вы не хотите, чтобы он видел какие-то отдельные фотографии или читал важные документы. Их можно поставить отдельно на пароль, то есть на сканер пальца. И только вы, только с вашим пальцем, сможете прочитать эти документы и посмотреть эти фотографии. Основное отличие двух этих смартфонов – это сканер отпечатка пальца, который может выполнять сразу несколько функций. Во-первых, это кнопка возврата и одновременно кнопка домой. На MX4 сенсорное кольцо выполняет всего одну функцию – возврат на главную страницу. А чтобы вернуться назад, нужно провести пальцем от кнопки к экрану. У Pro-версии, чтобы вернуться на главную, надо на кнопку нажать, а чтобы вернуться назад – всего лишь прикоснуться. Честно говоря, наличие физической кнопки гораздо привычнее, чем сенсорное кольцо. Тем, кто раньше использовал Samsung или iPhone, будет проще привыкнуть все-таки к физической кнопке. Сканер отпечатка пальцев, в отличие от всех других аналогов, во-первых, работает очень быстро. А во-вторых, помимо функции разблокировки экрана, его можно использовать в качестве пароля на отдельные файлы и приложения. В смартфоне даже предусмотрен гостевой режим с отдельным паролем, при вводе которого часть приложений для гостя будет попросту невидимой. Эта функция будет полезна тем, кто хочет иметь важные документы или какие-то снимки, всегда под рукой, но не хочет, чтобы еще кто-то получил к ним доступ. Эта возможность поднимает MX4 Pro до бизнес-уровня. И не просто смартфона, а мощные машины для работы с документами и конфиденциальной информацией. И теперь становится понятно, почему эта модель менее производительна. Вряд ли людям, которые будут использовать телефон для работы с важными, иногда даже секретными документами, понадобится играть в требовательные 3D-игры с максимальными настройками. Вряд ли. Я думаю, вы заметили, что телефоны внешне-то похожи, но внутри сильно отличаются. Настало время подвести итог. Я рассказал вам про основные отличия. И теперь я рекомендую MX4 Pro тем, кто хочет получить недорогой смартфон премиум-уровня, в первую очередь для музыки и для работы. Если же вам не так важен сканер, отпечатка пальцев и Hi-Fi, то ваш выбор это MX4, который идеально подходит для игр и съемки видео в режиме 4K или Slow Motion. К тому же он стоит дешевле, чем Pro-версия. Всю информацию об этих смартфонах вы можете найти на сайте компании. Там же есть и цены, и характеристики, и остальные модели Meizu. Но лично я остановил бы ваше внимание именно на модели Meizu MX4. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok